23 миллиона китайцев не могут же ошибаться ты головы людям не морочь мне уйти уйди а вот туда уже ты сам поедешь ну ты адрес трактора знаешь погнали я тебя там порвущего покатаю тебе там мордочкой так раз друзья всем привет с вами блог авто мпс и сегодня у нас как вы любите два китайских очень похожих и в то же время кардинально разных кроссовера петр у тебя что за поделка нет я сейчас крупно скажу вот ребят смотрите китайские товарищи произвели и продали в прошлом году 23 миллиона автомобилей и между прочим и сейчас тебе написали в комментах что на первом месте у них стоит volkswagen подожди потом у них toyota ну и так далее и между прочим еще кузовные панели для вот этого моего автомобильчика мотор новенький с алюминиевым блоком коробочка робот отличный работает как часики и представляете собрали все это мы конечно в туле 23 миллиона китайцев не могут же ошибаться я думаю это надо проверить нам сегодня это был странный разгон учитывая что у меня тоже китайский автомобиль причем не просто китайский а премиальный это икси ткс топовый двухлитровый с выдвижными подножками с кучей понтов и при этом несмотря на всю эту кардинальную внешнюю разницу технические машины максимально похожи 2 литра turbo 2 литра turbo dsg dsg полный привод полный привод ну вот смотри у меня три с половиной миллиона тянет автомобиль хорошая цена для брутального автомобильчик слушай но смотри exit штука премиальная а в премиуме свои закон за машину как бы официально просят 4 600 но сейчас есть достаточно мощные маркетинговые программы скидки достигают миллион так что за 3 600 при соблюдении определенных правил и паре сломанных пальцев менеджеру в автосалоне вы его заберете у меня со всеми скидками 3 400 поэтому полбала я с доброй совестью забираю но я не знаю насчет доброй совести но просто премиум и не премиум ну хорошо полбала за цену я тебе отдам что касается стоимости содержания то проходится и там и там каждые 10 тысяч километров но есть нюанс гарантия на хавейл сколько три года но честных надеюсь у меня 7 лет или 200 тысяч километров пробега мне кажется больше похоже на правду потому что но немногие согласись за три года пройдут 150 тысяч а за 7 лет 200 ну как то более менее похоже и что касается то потому что не посещая официальных дилеров гарантии вы естественно лишитесь что на одной машине что на другой у хавейла официальная цена 15 тысяч рублей но вы прекрасно знаете как сэкономить заходите на сайт автоспорт точка ру и там находите предложение за 14000 если в гарантии на машину уже закончилась то у качественных но неофициальных сервисов можно сделать то за 9-10 тысяч рублей у эксида разумеется все чуть-чуть дороже официальная цена 20000 рублей со скидкой 19 и похожий расклад сто номер 4 при пробеге 40 тысяч километров 16000 официальная цена на автоспоте можно получить скидку тысяча может быть полторы рублей у эксида все чуть-чуть лучше то стоит 23 со скидкой будет 19 тысяч рублей так что здесь полный бак бензина еще даже останется но так как перевес у хавейла есть но небольшой а перевес в гарантии заметный в мою сторону я не знаю заслужил я пол балла или нет я думаю нет за длинную гарантию друзья напишите в комментариях считаете ли вы что семилетние гарантии имеет какое-то весомое преимущество на трехлетние либо просто если тачка три года отходила то в общем дальше может быть не сломается я думаю за обслуживание ничья ноги ладно мы пока дадим ничего потому что надо понимать что это гарантия с какими-то оговорками с нюансами но и в принципе 7 лет еще надо отъездить на этой тачке хорошо за цену пол балла тебе по обслуживанию ничья заявленное время разгона у эксида txl 9 секунд до сотни асфальт у нас мокрый на улице оттепель плюс аж три с половиной градусов и кстати и кси так же как и хавейл можно заправлять 92 бензином это круто 2 200 3 7 и 7 3 4 до 67 7 до сотни при обещанных 9 я уверен сейчас петр будет плакать что-нибудь придумывать он как раз поехал на заправку мне кажется он должен 200 бензин залить чтобы разогнаться также 7 и 7 пушка так 2 хорошо стартовали хотелось бы какими-то толчками мы делаем это все 8 и 2 ничего себе 8 и 2 разгон на суть не дает здорово это очень хороший результат для такого большого автомобиля до разгонялась почти без букса нормально принимает обороты есть небольшие провальчики при переключениях но так вот я когда по городу езжу мне вполне хватает довольно резво она разгоняется но 8 и 2 для такого здорового таракана 8 и 2 и горюк давай в режиме спорт сразу хорошо смотри у меня сидит женя но при этом у меня там чуть чуть больше лошадиных сил но так прям совсем на 5 лошадок всего при этом на 55 ньютонов больше моментов что реально весомая величина 3 2 1 пошли такая заметная заминка при старте но дальше никаких шансов уже корпус пётр мне кажется тут разница не на 5 лошадиных сил старт и проиграл дальше ты выиграл корпус до сотни корпус а дальше ну тут у него есть такая особенно что после сотни он не так уж резво все балл бой я с места быстрее с ходу быстрее это при этом же не со мной еще не забывай об этом ну а мы не сомневались в этом что-то городской автомобиль ты должен пулять но я хочу подчеркнуть что я не надо не на много уж там ну что насколько там чуть на пол секунды медленнее до сотни при таком в общем брутальном виде и здесь полтора корпуса не так уж и много заявленный дорожный процвет у дарга 200 миллиметров хотя выглядит снаружи машины брутально я бы даже сказал высоко резина очень мясистая такая при этом несмотря на всю брутальность защита пластиковая и там даже есть такое большое отверстие под нижнюю опору двигателя странновато немножко но пробуем контакт был я думаю вы это слышали но при этом даже на льду а здесь сегодня очень скользко покрышка удержалась вот никуда ее не двигаем сейчас загоняем сюда же exit у него обещан дорожный процвет 210 миллиметров передний бампер здесь заметно ниже это окрашенный пластик так что на каких-то перегибах конечно же exit будет выступать хуже чем махавэл это очевидно но при этом обещано 210 миллиметров повторюсь также под пластиковые защиты двигателя пробуем но как бы постепенно он ее вроде бы прополз но это очевидно проигрыш все висим о смотри как вот это я по легкий спортивный автомобиль лишь качается а теперь самое главное открываем багажник и смотрим жесткость кузова ну и потом попытаемся отсюда как-то выбраться а теперь закрываем ну так он с усилием подожди с каким усилием он и ну закрылся перекос есть небольшой не только так вот по ширине но и по высоте так ну что ж а теперь пытаемся выехать отсюда никаких внедорожных режимов у меня нет есть спорт нормал и эко я пока пробовал в спорте может я по крышке поминаю и и но мы помним что exit с трех роликов то не съезжал вот это колесо буксует давай в режим нет не перебрасывать сюда маме нет она эта машина так дел оп о-хо смотри у нас получилось а ну-ка буксанула да а вот и внедорожные приключения начались я уже боялся ты не выехал отсюда а я еще и не выехал отсюда ну давай давай причем смотри как это делается не правая не больной ногой бьешь а левая раз опа и она тебе в ответочку в челюсть так снизу он еще рукой вот так держит мешает открыться а он сам взял и открылся смотрите ребята вы видели как молодец он ой ему полпинка он отсюда взлетит а он здесь в низу хук хопа он сейчас взлетит отсюда и все и не закрылся еще не закрылся и не закрылся что а мы у тебя кнопкой закрывали или ты толкал конечно конечно давай еще раз Ты руку убери там, а то ты подыгрываешь. Я руку туда суну, правильно? Давай уже, ладно, так хорошо открылся. Все, закрылся. Где он закрыл? Да смотри, какие перекосы. Ну, не больше, чем у тебя. Ну, не меньше, чем у меня. Да посмотри, вот эта щель, смотри, какая крифь. Перекосы одинаковые. Не, ну одинаковые, может быть, но перекосы есть. Ну, немножко есть, но не такие катастрофические. У тебя, у тебя... Ага, вот туда, посмотри, сколько. У тебя не лучше. Да, и со второй попытки закрылся. Ну, вообще, вот по жесткости кузова это, собственно, ну это просто кроссовер. Вот что вы там не говорили, понтярщики, да, это просто кроссовер. Конечно, очень хорошо видно, что резина у Дарго прям, ну, это нормальное зимнее шипованное колесо. Достаточно зубастое, да еще и 18-дюймовое, такое пухленькое. Не, ну прям было очевидно. То есть это не резина решает, а именно вот работа трекшена. То, как она перебрасывает крутящий момент с колеса на колесо, у Дарго это все решено прям заметно серьезнее. Чего ты там наговариваешь? Погнали, я тебя там борву еще, покатаю тебе там мордочкой так раз. По нашей старой доброй традиции вперед едет тот автомобиль, у которого хуже проходимость. Мы выяснили, что Exit не очень хорошо справляется с диагоналкой. У него чуть меньше дорожный просвет, да еще и шины у меня Pirelli итальянские. Что итальянцы знают про зиму? Я даже не знаю, но, наверное, я все-таки выключу ESP, благо для этого есть специальная кнопочка. Но вообще он прям только ходом, только ходом, 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 опачки прошли. Прям вот только, только чудо. Зима в этом году, она такая какая-то, оттепели больше, чем не оттепели. Вот главное не останавливаться. Эй, гребет, он гребет. Поставь сюда нормальные шины, будет вообще все хорошо. Ну и так он вполне себе пробивается. То есть видно, что я шлифанул брюхом, но все хорошо. Петр, а вот туда уже ты сам поедешь. Давай, ты сейчас едешь туда и обратно возвращаешься здесь. Вот по этому кругу. Да, да. И мы посмотрим на результат. Но ты заодно можешь, у тебя же куча внедорожных режимов, зачем тебе выключать ESP? Включи какой-нибудь внедорожный режим. Ну я какой? Я снег включил. Включи снег и посмотри. Снег включил. Дальше что мне? Ну, то есть я туда въеду с ESP, а вот по этой я все-таки выключу ESP. Ну ты адрес трактора знаешь? Конечно. Знаешь, что самое главное? На деревню к дедушке. Знаешь, что самое главное во внедорожнике? Это уверенность в его проходимости. Уверенность. У меня такая уверенность, пока я сюда ехал, была. Но когда я посмотрел на тот маршрут, который ты мне предложил, он меня почему-то пропал. Вижу цель, не вижу препятствий. Да я просто на животе уже мысленно лежу. Но не сдаемся. Ну тут-то мы вообще легко пройдем. Что тут нам по колене? Вообще легко. Я сейчас немножко... Так, теперь начинается самая неприятная. Езда по целине, которую мы хорошо знаем. Здесь очень глубокая яма. Если она вот замерзла сейчас и растаяла, то мы пройдем. По-моему нормально она пройдет здесь. Ну, хотелось бы, конечно, хотелось бы, наверное, отключить ИСП. Потому что она почему-то поддавливает. Хочется здесь больше оборотов. Вот я попробую сейчас ее отключить ИСП. И побольше оборотов и тут мы выгребим. Сейчас погнали. когда обороты есть так почему и нет главное если мы не сели на брюхо мы вроде не сели чего такое а мы просто уже на животе лежим не надо было мне так резко сюда вылезать 0 на животе будем копать вся брутальность китайских внедорожников она очень быстро разбивается о суровую российскую реальность робот не позволяет плавно подавать крутящий момент все с непонижайки ничего здесь нет и он мог бы ехать тут не так чтобы было особенно глубоко но это кроссовер при поворотах руля полный привод выключается плюс дерганный робот и по факту машина ехал 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 и когда он просто встала но давай вот человек наговаривает явно наговаривает иди посмотри какой здесь мокрый снег как мы глубоко сели просто лег на брюхо автомобиль элементарно все выехали я все-таки я же сейчас чуть-чуть но в общем руль то я хорошо вывернул улево не обязательно все время прямо переде он он греб вот так что то сказать если у вас впереди там дерево вы же не будете прямо в дерево ехать чуть-чуть подрулил главное на брюхо не сесть вот этот момент надо не упустить до всех эйфории возникают что ты сейчас пропрешь он вроде гребет гребет а потом хлоп но надо отдать должное вернее надо сказать что действительно не хватает вот такой упругой педали когда ты жмешь и он откликается вот этой вот связи нет она чуть-чуть право есть провала есть провал и то есть как бы вроде да 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 ты а и и все равно ощущение пока что вот это вседорожник пока нет да очень уверенный кроссовер очень уверен но может быть чуть-чуть начинающий внедорожник после того как мы основательно покопали дарга мы поняли что нам чуть-чуть не хватило вы наверняка хотите спросить а почему же вы просто не выдернули эксидом дело в том что в этой машине почему-то не оказалось буксировочные проушины то ли кто-то из блогеров до нас вытащил то ли она нашим ее нет в багажнике мы перекопали ведь багажник ее там нет и поэтому мы решили что я сейчас попробую пройти по тем же следам по которым прошел дарга и посмотрим если я сяду раньше то я проиграл если я смогу как-то выгрызти оттуда вот тут уже не знаю то ли это победа эксида то ли это ничья если я пройду по тем же следам но не сяду там где сидел хавал то собственно проблем у этих автомобилей они одинаковые это в первую очередь как же робот который не позволяет трогаться плавно который достаточно резко себя ведет так далее вот если помните то летом на черри тига 8 pro max по сути примерно таком же автомобиля в песке он тоже так там вроде бы греб 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 потом разгорел мне что-то я разомкнулся поэтому я попробую ручной режим чтобы жестче держалась первая передача чтобы мне было чуть проще управлять тягой пожелайте мне удачи ты это видел петр ну видел молодец я все проехал тут очевидно ничья я проехал по твоим следам так точно если бы я сунулся первым я бы скорее всего точно также сел бы и ты вы спокойно проехал по моим следам и и кричал бы что дайте мне ничью суммируя все-таки на бездорожье моча бара я чувствую себя увереннее тут очень важна работа связки мотора и коробки здесь все это чуть-чуть стабильнее и больше крутейших момента удар га постоянно эти лаги коробки а то тронулась то это отпустила сцепление то выжил туда сюда туда сюда здесь стабильнее работать и не просто алгоритмы лучше ничья этот автомобиль по образу настоящий внедорожник он ничуть не хуже вот внутри чем defender прекрасная вот все функционально удобно высоко сидишь ручки шурупами прикручены так очень брутально очень недорожный автомобиль внешне ты все правильно сказал внешне по образу фактически у тебя нет понижайки у тебя нет нормального полного привода дарга можно даже купить с передним приводом на минуточку да но я уже почувствовал немножко сегодня его возможности и поэтому уверенно себя веду вот на скользком вот этом заснеженном подкрытие не абсолютно не страшно что он где-то застрянет я в нем уверен я видел как ты уверенно копал да но давай поговорим лучше про салоны салон очень гармоничный все есть и даже я сейчас вот назову то чего у тебя нет во первых вот у меня скорость показывает разрешенную и мою на лобовом стекле у меня есть и обогрев вот здесь вот под локотком бардачке и обогрев и охлаждение если нужно я могу себе позволить прохладное пиво у меня огромные вот здесь вот для и подстаканников и для для термоса карманы ты включи вот как у меня массаж сидений тут я могу даже по 3000 брать отлично массирует но смотри в первую очередь скажи мне сколько тебе нужно манипуляции чтобы например сделать климат потеплее но это надо привыкнуть я ты знаешь старых правил я люблю ручечки также как и но тут достаточно шторку вот просто опустите все у тебя под рукой а ты видел какие у меня красивые от рейндж ровера крутилочки очень удобно сделал ночь культурно красиво а как тебе качество пластика на передней панели но он такой комбинированный чуть-чуть рифленый может быть тут пыль на нем будет садиться нет он очень неплохо сделан но пластик то жесткий ты голову людям не морочь у меня нет вот этих бутафорских каких лишних там ручек каких-то нарочитых там пороги у меня аккуратненько выдвигаются двери полностью закрывают пороги кузова и это удобно то есть выходя из автомобиля у меня намного меньше шансов испачкаться ну вот я держусь за ручку наступаю на порог и выхожу да у мне кажется он конечно мог бы быть чуть пошире потому что там можно соскользнуть но без навыка и привычки но вот эта ручка очень помогает у меня подножки то пошире будут они выезжают этой они специальные прорезиненные на них встаешь и они достаточно прочные в общем я бы сказал что выдвижные подножки это точно круче чем статичные я думаю с этим ты согласишься при этом мы в каком-то одном из тестов мы их проверяли на прочность они достаточно выносливые подножки у меня настолько пафосные что у них даже есть собственная диодная подсветка а значит к ним подходит провода но есть нюанс к пробегу 13 тысяч километров провода провисли практически до земли выглядит очень неопрятно но пока работает при обрыве подсветка порогов погаснет но сам привод должен продолжать работать окей я наверное соглашусь с тем что у меня нет массажа у меня нет проекции на лобовое стекло да наверное все все остальное у меня есть подполье у меня есть карман на дверях есть подстаканники в центре беспроводная зарядка значительно более удобный блок климат-контроля на руль отдельно специально вынесена кнопочка обогрева руля и подогрев сидений вентиляция сидений для этого есть специальные отдельные кнопки я тебе скажу что ну вот просто мне нравится салон ну нравится и вообще вот ощущение что ты в настоящем вот мужском автомобиле едешь у тебя пресный пресный обычный банальный автомобиль я не соглашусь потому что он не является серьезным автомобилем понимаешь купить тачку как бы мужскую вот по мне совсем не по-мужски да тачка без полного привода без нормального с роботом да без понижайки но как бы с мужской внешностью это не мужское решение пётр но я бы сказал что честно будет пол балла вот две опции у тебя есть да но при этом пластик жесткий климат менее удобным то что хавал покруче вот две опции массаж и проекции на лобовое стекло окей но мне кажется пол балла объективно здесь не больше хорошо согласен ну смотри пётр место для ног вот так вот а над головой над головой никак 4 пальца 4 пальца вот честно и вот у меня сейчас пинка стоит не максимально откинуть назад еще можно откинуться и будет лучше есть две юсб шки одна юсб другая тайп си есть подогрев задних сидений есть амбиентная подсветочка мне кажется очень хорошо вот эти красивые диодики подлокотник смотри так вот с подстаканниками тоннель есть но не очень высокий мне кажется очень культурно и вот тут ехать можно прям большим комфортом пойдем посмотрим как себя очень высокие то будешь упираться потолок ну раскапывай тоннеля нет самое главное но практически плоский практически значит будет удобно третьему пассажиру и у него место над головой на пол пальца твоих но больше на полпать но амбиентная подсветочка подожди нет прописка свет как ты скажешь нет я уже сказал по ширине шире сидим если ты будешь сомневаться я Женю сюда посажу и мы намерили процент разница один сантиметр ну вот впереди чуть побольше там по 5 здесь один вот в плечах мы поверили ощущение когда ты садишься здесь шире люк дальше люк побольше и вот все это создает здесь такую атмосферу как будто я собрался в путешествие спинки сидений не регулируются по углу наклона вот ты как сел один раз и диван не очень удобно у него вот подушка очень низкая но это традиционная боль китайцев в аксиде чуть удобнее был диван по месту для ног ну примерно так же там было может быть чуть больше над головой здесь чуть чуть больше но на пол пальца к что тебе амбиентная подсветка дает про регулировка спинки течо дает ну регулировка это хорошо да можно и не осцелу 1 ладно так что петр я предлагаю тебе честную заголовную ничью нет ну мне здесь нравится ничья а сейчас багажнике в первую очередь тест на скорость открывания ручка у меня низковато расположена да зато бампер такой аккуратненький даже я напомню помните как я ударом ударом могу открыть крышку помните помните преимущество вот так раз а левая раз опа ну такое я у тебя нет и даже вот так не можешь махнуть 321 хап ровно как-то не оба очень очень медленно я ровно но но у меня выше у меня выше эта кнопка у тебя ниже у тебя более грязная багажника открывается выше ну не если ну хотя я тоже помещаю здесь да а теперь самое главное объема багажника вот смотри коврик он здесь лежит идеально мне уйти уйди уйди и отдай мне балл петр потому что у дарга меньше длины ширина одинаковая там метр с небольшим но длины прям заметно меньше и высоты тоже заметно меньше под полом и там и там полноразмерные запаски розеточка на 220 вольт есть балл мой есть 220 вольт нет нет есть 12 12 вольтовая розетка ну и что я же должен сказать о преимуществе ну балл ты забираешь потому что багажник побольше с небольшим преимуществом победил дарга у нас было три внедорожных дисциплины вы обратили внимание и там дарга оторвался на целых полтора балла но динамику он слил поскольку действительно не хватает ему вероятно и мотора и момента и в принципе но это же вседорожный автомобиль если так уж не совсем критично относиться его возможностям бездорожным там нет блокировок нет понижайки в общем это какой-то компромисс между внедорожником и кроссовером который меня вот лично я вам честно скажу абсолютно но абсолютно не раздражает мне нравится нравится его образ брутальный нравится как он внутри выглядит exit точно также покоряет бездорожье поставь на него хорошие шипованные шины и он точно не уступит да там есть небольшая разница в дорожном просвете но это все прямо на уровне нюансов а если вам не выезжать на бездорожье и вы из нашей системы координат выкинете эти полтора балла то окажется что exit победил но сейчас он уступил всего полбала мне нравится оба автомобиля и как я понимаю 23 миллиона китайцев не зря купили в прошлом году свои автомобили и не жалуются насколько я понимаю друзья напишите пожалуйста в комментариях какой из этих двух автомобилей выберите вы и почему вот что-то мне подсказывает что остаться равнодушным искать я чет не знаю чем не взять вот такого быть не может да вам нравится либо брутальность хавейла либо такая утонченность премиальность exida с вами был блок авто мпс подписывайтесь на наш канал для нас это очень важно мы разыгрываем три автомобиля лада два из них него жмите на колокольчик и будьте здоровы